Красиво плывут. Кто? Вон так груб, в полосатых купальниках. Когда опасность имеет тигриный облик, пляжи мгновенно пустеют. Другое дело, если угроза для здоровья не столь очевидна. К примеру, кишечную палочку невооруженным глазом в воде не разглядишь. Но сейчас не стоит и пытаться. Вода на самарских пляжах вполне безопасна для здоровья отдыхающих. Валентина Коп ориентируется на запрещающие аншлаги и правильно делает. Если их нет, купаться можно смело. Мы считаем, раз он открытый, то можно купаться. Раз нет нигде в вывесах, что пляж закрыт, там найдено то-то, то-то, то я считаю, что можно. За санитарным состоянием воды на оборудованных пляжах Волги пристально следят сотрудники Роспотребнадзора. Каждую неделю проводят лабораторные исследования. Пока самарские пляжи, а их около десятка в группу риска, не входят. Количество микроорганизмов допустимое. Патогенных бактерий нет. Купаться можно, но заглатывать воду не нужно. Нужно внимательно относиться к купанию и пребыванию воды в воде детей. Не приходить и не купать животных. Тогда в целом и не нырять, если это, то в целом это будет для населения безопасно. В случае, если количество микробов в Волге превысит допустимую норму, пляжи будут закрыты для купания. На опасных участках вывесят объявления. А пока кричащих об угрозе вывесок нет, жители ориентируются по солнцу. Если солнце есть, идем на пляж. Отличная кардиотренировка. Поплавать, побегать на набережной, позагорать. По погоде. Я просто плаваю и больно не думаю. Любители понежиться на солнце и поплескаться в прохладной волжской воде уверены, чтобы не подхватить инфекцию, достаточно соблюдать элементарные правила гигиены. Надо соблюдать меры предосторожности, не глотать воду после пляжа, принять ванну, помыться. Санитарное состояние воды проверяют, но реже и на необорудованных местах для купания. На стихийных пляжах, на Самарке и Татьянке. Чтобы избежать неприятностей, Роспотребнадзор советует отдыхать на официальных пляжах и внимательно следить за информацией о качестве речной воды. Алина Чемерис, Алексей Золотенков, События.